Ди-Ди-Ди-Ди-Ди 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 Царь Скорпионов точно Так ребят ну уже поздравили вас хорошо Ну поздравляем Диму тебя с премьерой Сегодня же на экран официально вышла лента Селфи пати Да Официальная премьера Спасибо за поздравление Если кто-то будет смотреть этот фильм Я надеюсь что должны посмотреть его все Ребята я тот тип С татуировкой на лице если что Потому что мало кто меня может узнать Мало у меня кто может узнать У меня там небольшая эпизодическая роль Но все-таки присмотритесь, пожалуйста Это буду я Задрапировали, как говорится, по полной, да? Да Ну, хорошо, но теперь вот такой вопрос Кстати, наверное, творчество в большей степени Наверное, адресован он будет тебе, Дима Давай Что нужно сделать для того, чтобы сняться в фильме? Нужно родиться Дмитрием Ступкой Либо же нужно закончить какие-то актерские курсы Актерскую школу Либо же в данный момент В связи с современными тенденциями Нужно просто спать с режиссерами и все Нет, подожди, это ко мне должен быть вопрос Потому что я же попала в фильм через Диву, понимаешь? Все через... Все это подоследствием Любомир, ты чуешь, что он скажет? Я уже поняла Да, ну, почему? Ну, ради искусства что не сделаешь? Все жертвы ради искусства Не, на самом деле, все шутки шутками Нужно просто участвовать в кастингах, на самом деле Если людям это нравится, нужно идти учиться Ходить там на курсы Ну, я знаю многих ребят, там, агентов Которые вообще работают с актерами То они вот просто так с улицы не возьмут без диплома Есть и другие варианты попасть в кино Слушай, ну ты же еще, в общем-то, действующий актер театра Если я не ошибаюсь, да? Да Вот Как ты совмещаешь свою деятельность? Ну, вообще у тебя сколько видов деятельности на данный момент? Ты актер театра, либо ты еще бизнесмен, либо ты еще продюсер, либо ты еще... Да, все по чуть-чуть Все пытаемся делать Слушай, я видел на сегодняшнем вашем посте, который ты выложил, что встречайте в эфире DJ FM 18.00 Там кто-то из твоих друзей прокомментировал, а ты на репетицию сегодня в театр придешь, Дима? Да, у меня сегодня спектакль, но не моя очередь играет другой состав, да, поэтому я к вам пришел в гости и никуда пока не тороплюсь Ну, а теперь, в общем-то, хотелось бы узнать некоторые подробности, возможно, какие-то интересные истории о съемочном процессе фильма Салфипати Потому как он весьма такой амбициозный проект сам по себе, и там очень много интересных нюансов уже выстречено, которые прошли в прокат В общем, что было интересного еще? Ты знаешь, то, что я видел, у меня там был один съемочный... одна съемочная ночь, не день, так сказать Но было очень весело, очень классная была декорация, супер павильоны, в общем, все на высшем уровне были съемки Было весело понаблюдать, как это все снимается, но то, что мне рассказывали ребята, курьезов было очень много О них больше знает Любомир Левицкий, конечно Но я могу точно сказать, что им было не сладко, потому что они снимали лето, а это была такая глубокая, по-моему, осень, да Прохладно, в общем, было? В общем, было прохладно, была минусовая температура, и ребята просто прыгали в бассейн, вот, и их, наверное, грела... Водка Любовь, любовь грела Ну, любовь тоже Любовь к кинематографу, к творчеству, что же ты, Полина А я подумала, да Сейчас бы бахнуть В планах, тут вы меня обмолвились, что у вас в ближайшем будущем есть некая совместная работа, связанная с творчеством непосредственно с Димой Да, мы сейчас снимаем проект, который называется «Правила боя», это спортивная драма Полина там играет вместе со мной, у нас там второплановые роли Полный метр, это художественный фильм? Полнометражное кино, да, 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 которое будет выходить в прокат в ноябре Режиссером этого фильма Алексей Шапарев Вот, там задействованы такие актеры, как Влад Никитюк, Женя Галич из группы «Оторвальд», Алексей Горбунов Какую вы будете играть роль в тандеме с Полиной? У нас там опять любовь Любовь, Маркова, она подружка, она за мной бегает, я от нее убегаю, она за мной бегает А в жизни все наоборот Да, да, да Вот тут он тебя отомстит, по-моему, на съемочной площадке Хорошо, но у тебя негативный или позитивный персонаж, и у Полины как у вас с персонажем, который будете играть? Нет, ну позитивчики такие Слушай, Полина, у меня к тебе вопрос, ты долгое время работала на музыкальном канале Да Вот, с какого-то перепугу вдруг ты там перестала работать Да 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 Чем ты сейчас в основном занимаешься? Да Все, спасибо за интервью, ребят, вы с вами Хорошо Люблю пообщаться с образованными людьми Я работаю в салонном бизнесе, все еще продолжаю, работаю периодически на разных проектах Держу в секрете некоторое телевизионное проект, которое будет запускаться в ближайшее время Ага И не только в Украине, просто все это согласовываем и доводим до дела А также, вот, надеюсь, что из меня получится кое-какой диджей Буду работать в этом управлении тоже У меня есть интернет-магазин, я им занимаюсь В общем, у меня очень много планов, о которых пока, к сожалению, я не могу говорить Но я думаю, в социальных сетях, как обычно, можно все подноготно Ну, друзья мои, я вам открою небольшой секрет, который, в принципе, мы можем открыть уже прямо сейчас В ближайшем будущем Сама госпожа Полина Лагунова будет в составе резидентов DJFM Ой, ты такая радость, такая радость Будем взрывать Инстаграм, социальные сети и эфиры DJFM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова